Братья и сестры, сегодня второе воскресенье месяца, у нас молитва о детях наших. Когда размышлял, какое слово мне приготовить для того, чтобы мы могли помолиться, я так думал, о каком возрасте мы будем молиться? Тех, которых приносят сюда для того, чтобы получить благословение, которым еще от роду, может быть, даже и года нет. Или молиться о тех детях, которые сидят на передних лавках, которые сами себе занимаются своим, не вникая, что происходит вокруг, в служении. Или мы, может быть, молиться будем о тех, которые уже подросли, которым 12, 13, 14, 15 лет, которые сегодня полны энергии, движений, каких-то исканий своих. Может быть, о них молиться? Может быть, молиться о тех, которые уже совершеннолетние, те, которые уже имеют свои семьи, ведь они тоже дети. Знаете, до тех пор, пока мы имеем своих родителей живыми, мы являемся детьми. Хотя и мне уже достаточный возраст, но у меня родители живые, и я уверен, что они о детях своих молятся, то есть обо мне, чтобы не сказал чего-то лишнего, чтобы не уклонился куда-то, может быть, от правильного понимания Слова Божьего. То есть в каждом возрасте, до тех пор, пока родители живые, мы являемся детьми. Знаете, в народе так говорят, дедушка сидит, старенький дедушка уже там на лавочке около дома свой и плачет. А ребята подошли к нему и спрашивают, дедушка, а что ты плачешь? Говорит, папа наказал. Знаете, сегодня, я думаю, что мое слово хочется направить не о детях наших, а о родителях, потому что мы, родители, молимся о своих детях. И у каждого родителя есть свое желание о детях своих, чтобы кем они будут, как они будут жить, какими они будут в будущем, какое поколение мы оставим после себя. То есть сегодня много-много желаний, я думаю, как бы хотелось, чтобы мы каждый посмотрели, если наши дети еще маленькие, мы их не видим где-то, но чтобы мы уже начинали молиться о них. Конечно, могут быть другие, более сложные проблемы, о чем мы можем сегодня вознести Господу, но мы должны посмотреть на себя. Мое желание оставить для размышления Слово Божие, это Псалом 36, Псалом 36, 4 стих. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Желание. Знаете, желание – это внутреннее стремление к осуществлению чего-нибудь. Желание – это внутреннее стремление чем-то обладать, что-то иметь или видеть в будущем. Знаете, какие прекрасные слова и какое прекрасное обещание дается в этом месте Священного Писания. Нам Слово Божие говорит, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Кому направлены эти слова? Кто должен утешиться тем, что желания его будут исполнены? Кто? Знаете, наших желаний так много, и они порой настолько разнообразны, так что нам необходимо как-то установить, все ли наши желания будут исполнены. Все ли наши хотения будут исполнены, так и говорит нам Слово Божье. Ведь посмотрите в этот мир, посмотрите, с кем вы живете, с кем мы живем, с кем мы работаем или с кем мы соприкасаемся тогда, когда мы в школе, в колледжи. Ведь люди, не знающие Бога, они тоже имеют желание. И работая на производстве, там, где находишься среди людей, которые не знают Бога, и посмотришь на них, какие у них желания, и порой думаешь, что мысли и чувства этих людей, они отравлены злом. И когда слышишь каждый день их желания, то иногда просто так внутри прискорбно и скверно становится, когда слышишь желания людей, которые хотят, чтобы они были исполнены. Знаете, мысли таковых людей, они отравлены уже, отравлены злом, вот этой нечистотой. Могут ли быть они исполнены? Посмотрите, что говорит Псалом 111. Псалом 111, первый стих, второй стих и последний. Первый стих, блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди его. Второй стих, сильно будет на земле семя его, род правых благословиться. И десятый стих, нечестивый увидит это и будет досадовать, заскрежечет зубами своими и истает. Желание нечестивых погибнет. Знаете, желания благочестивых, праведных, служащих Господу в искренности своего сердца, они будут исполнены. Псалом 144, 19 стих мы читаем. Желания боящихся его, он исполняет, вопылих слышит и спасает их. Вы скажете, почему такая разница? Почему такая разница между незнающими Бога и любящими и боящимися Бога? Разве Бог лицеприятен? Разве Бог любит по-разному? Нет. Мы знаем, что Бог любит всех одинаково. Божья любовь не меняется. Бог одинаково любит каждого человека и желает, чтобы каждый имел спасение, чтобы каждый пришел к нему, чтобы каждый получил наследство жизневечную. Соломон в притче записал такие слова, 11 глава притчи Соломона, 23 стих. Желание праведных есть одно добро. Желание праведных есть одно добро. И знаете, хотя желание праведных есть добро, но его следует всегда взвешивать. Сравнивать и ставить перед Господом. Как-то, может быть, смотреть вперед, смотреть в будущее, смотреть, мое добро к чему приведет, или что за этим стоит. Давайте возьмем один библейский пример из Слова Божьего, из Нового Завета, из Евангелия от Матфея, 20 главы. Знаете, был такой момент, когда, я думаю, маленько так, забегая чуть-чуть вперед, мать двоих учеников. Я думаю, что они, эти два ученика, Иоанн и Иаков, они сами боялись подойти ко Христу, и они говорят, «Мам, удобный момент, поговори с учителем». Сама понимаешь, скоро, может быть, уже намечается, что царство его восстановится, что он будет царем, поговори с ним. И вот она приступает ко Христу, и Христос говорит, «Что ты хочешь от меня?» Она говорит, «Хочу, чтобы два сына моих, твои ученики, чтобы они сели, когда в царстве твоем, один по правую сторону, а другой по левую сторону». И мы читаем, Иисус сказал ей, «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или крещением креститься, которым я крещусь?» Они говорят, «Можем». И говорит им, «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит. Но кому уготовано Отцом Небесным?» Желание матери и желание вот этих двух учеников молодых, оно было к добру. А кто не хочет? В царстве Христа сесть по правую сторону или по левую. Но они были, эти желания, настолько завышены, настолько были так высоко, что поставили и Христа в положение невозможности выполнить эти желания. В свое время Иаков напишет слова, которые мы читаем в послании Иакова 4 глава. 2-й и 3-й стихи. Он скажет, «Вы просите не на добро, вы просите для вожделения вашей плоти, чтобы вам было хорошо». В свое время апостол Павел к Ефесинам напишет, что испытывайте, что благоугодно Богу. Испытывайте. Знаете, в этом заключается вся суть любящих Господа, которые не станут искушать Бога, просить, может быть, чего-то невозможного или чрезмерно далекого от того, чтобы нам получить это. Вспоминается одна история с царем Ахазом. Это мы читаем в книге пророка Исаия 7 главе, когда на его восстание, на царя Иудейского, восстали два царя. Царь Израильский и еще один царь пришли для того, чтобы воевать с Иерусалимом. И царь Ахазом был в каком-то волнении, переживании, как поступить дальше. И пророк Исаия говорит, «Проси у Господа знамения, чтобы Господь открыл тебя, чтобы ты увидел. Проси на высоте или проси в глубине». И царь Ахаз ответил ему, говорит, «Не буду искушать Господа. Не буду искушать Господа своим прошением». Знаете, часто мы должны понимать, что в смирении души своей, прежде чтобы мы могли проверить себя, свое духовное состояние, потому что Слово Божие говорит, что желания боящихся Его, Он исполняет. Давид уже в своих предсмертных годах, он сказал Соломону о том, что Бог ему открыл. И Бог сказал, что если Сын Твой будет исполнять желания сердца Твоего, то, что Ты, как Ты ходил, по Слову Моему, то не прекратится муж на престоле Его, то не прекратится муж в Царстве Израилем, если он будет ходить путями Отца Твоего, Давида. Знаете, есть ключ, ключ к удовлетворению наших желаний, к удовлетворению нашего стремления, внутреннего, чего мы хотим о детях своих, о тех, кто может быть далеко от Бога, или находится в таком шатком состоянии, не знает, куда примкнуть. есть вот этот ключ для нас с вами, для родителей. Это наша святая жизнь. Второе, это освященные Духом Святым наши желания. И третье, жизнь праведная в страхе перед Господом. Тогда, когда мы будем проводить такую жизнь богобоязненную, то Слово Божие говорит, что мы утешимся, утешимся Господом, и Он исполнит желания сердца нашего. Псалом 19, со 2 стиха. Да услышит Тебя Господь в день печали, да защитит Тебя имя Бога Иаковлева, да пошлет Тебе помощь и святилища, и Сиона даст, да подкрепит Тебя, да воспомянет все жертвоприношения Твои, и все всесожжения Твои, да соделает тучным, да даст Тебе по сердцу Твоему, и все намерения Твои, да исполнит. Да благословит нас Господь с этими словами склониться сегодня, проверяя себя, помолиться о наших детях. Аминь.